Привет, друзья! Сегодня один из... Вернее, на днях один из бывших чиновников начал рассказывать о ситуации, что происходящее с остановками ожидания в Кишине. Что-то на самом деле произошло, почему они в таком состоянии, почему их не ремонтируют, и почему мы докатились за того, что в так называемой европейской столице остановки ожидания общественного транспорта находятся в такой критической ситуации, когда половина из них поломаны, половина из них разбиты, и половина из них находится в таком состоянии, что там невозможно никак что-то сделать, что-то поменять. И один из бывших муниципальных советников и бывших исполняющих обязанности примаря вышел с инициативы и сказал, что нам необходимо 5 миллионов лет для того, чтобы изменить всю эту ситуацию, чтобы остановки общественного транспорта стали выглядеть наконец-то так, как они должны были выглядеть. И хочу вам рассказать небольшую предысторию, как получилось так, что на остановке общественного транспорта обычная остановка, где люди ждут троллейбус либо автобус, как она стала частной собственностью. В 2012 году по идее Киртуак, я не могу сказать, что это была плохая идея, и согласно решениям Монсовета остановки общественного, общественной остановки или остановки общественного транспорта перешли во владение частной компании. Компания по медиа, которая предложила муниципальным властям бартеры, выглядел этот бартер примерно другим образом, следующим образом. Эта компания становилась собственником именно всех остановок самих конструкций, не территорий, не прилегающих территорий, а просто самой конструкции. Взамен того, что она поставила остановку и эту конструкцию, она размещала бы рекламу по бокам, либо на стенках этой остановки она бы размещала рекламу. Идея очень классная, идея на самом деле работает во многих европейских городах, но, к сожалению, не получилось в Молдове. И не получилось она в Молдове как раз в большей степени из-за нашего с вами менталитета, потому что мы всегда показываем пальцем на кого-то, но мы и есть то общество, которое регулярно и с каждым днем разбивает эти остановки, уничтожает, эквандализирует. И данная компания в 2014 году она перепродала свои права, вот стала и по медиа нынешняя румынская, то есть там кто-то говорил австрийская, кто-то еще какая-то, но на самом деле владельцами являются румыны. Эта компания попала в ситуацию, когда из 220 остановок, которые она установила, большая их часть постоянно-постоянно-постоянно ломалась. Ломалась она, конечно же, опять же, по причине того, что такое общество, в таком обществе мы живем, и вандализация этих остановок происходила регулярно. Более того, в 2016 году, или в 2017 году, уже точно не вспомню, наше государство приняло закон о том, что компания, предоставляющая услуги рекламы, такие как вот эта ипо-медиа, взявшая остановки, обязана оплачивать налог со всех площадей рекламных, которые у нее есть. То есть, если раньше, допустим, эта ипо-медиа имела из 250 остановок, я уже точно не помню, рекламу, скажем, на 100 остановках, вот она должна была платить налог на вот эту вот рекламную площадь только на тех, за те остановки, где реклама была. За остальные, как в пригородах, как в каких-то загородных остановках, либо остановках второго возмещения, там рекламу никто не размещал, и, соответственно, они не оплачивали никакой налог. Однако государство сказало, мы не хотим бегать и проверять на самом деле, где реклама установлена, а где нет, поэтому вот имеет рекламная кампания, допустим, баннеры, либо билборды, либо вот такие остановки, вот общая, какая общая, объем площади, рекламу их во столько оплачивают. И вот получилось, что эта кампания, данная кампания по медиа обязана была выплачивать ежегодно 2 миллион лей, независимости, есть у нее реклама, нет рекламы, используется или не используется. И понятно, что эта кампания просто-напросто забила, так скажем, на данный вид бизнеса, то есть она де-факто остается, продолжает оставаться владельцем этих остановок. И здесь парадокс на самом деле заключается в другом. Я когда слышу от мунсоветников или вот того же Кадряна, что вот там кто-то виноват и тому подобное, почему-то они все забывают одну простую вещь. В 2017 году контракт с этой кампанией заканчивался. То есть контракт был с 2012 по 2017 год. В контракте было четко указано, что в случае расторжения, если одна сторона заявляет о желании расторгнуть контракт, об этом извещается за месяц, контракт расторгается и город, то есть мы с вами, ничего не должны были бы Эпо-Медиа. Однако почему-то мунсоветники, однако почему-то исполнительная власть забыла про этот контракт. Вопрос, конечно, специально или не специально, но забыли расторгнуть этот контракт и Эпо-Медиа стала автоматом, продлила на 5 лет право владения этими остановками. На 5 лет, то есть до 2022 года все остановки, конструкции принадлежат этой компании. Если бы в 2017 году исполнительная власть города, скажем, Грозаву, либо мунсоветники, те 51 человек, которые сидят в мунсовете, потребовали бы расторгнуть данный контракт, то на сегодняшний день эти остановки, все конструкции перешли бы во владение муниципи города, и мы бы могли бы их ремонтировать, мы могли бы их восстанавливать, мы могли бы их заменить, мы могли бы что-то придумать другое. Но, опять же говорю, по какой-то странной причине все дружно, и мунсоветники, и Грозаву на тот момент, потому что, кажется, уже киртоки тогда не было, они забыли расторгнуть этот договор. И на сегодняшний день, я очень помню хорошо, как в 2018 году, в начале 2018 года, я увидел, как бюджет было заложено дирекцией коммунальной, 1 миллион 700 лей на ремонт этих остановок. Причем то, что это является абсолютно незаконным действием, потому что мы не можем ремонтировать как город то, что нам не принадлежит. Ну, это примерно то же самое, как, не знаю, киртоки взял бы деньги из бюджета и пошел бы отремонтировал себе свой собственный дом. Вот это примерно то же самое выглядело, как хотели ремонтировать остановки. То же самое было и в августе 2018 года. Очередной раз, когда, последний раз, когда я общался с Кадряну, у него в кабинете он мне предоставил вот эту вот диспозицию, подписание о том, что надо, необходимо направить опять миллион какой-то там, 700 или 900 тысяч лей на ремонт остановок. И я ему тогда очередной раз так же самое объяснил, что это подсудное дело. Ты не можешь ремонтировать то, что не принадлежит нам. К сожалению, вы ему советники и исполнительная власть забыли расторгнуть этот контракт. И вот на сегодняшний день ситуация получается такая, что либо если мы хотим эти остановки ремонтировать или восстановить их в какой-то мере, мы должны заплатить Эпомедии этой компании, потому что она является собственником, либо выкупить полностью эти остановки, либо ждать 2022 года, когда контракт закончится, и тогда забрать эти остановки назад себе. Есть, конечно же, юридические моменты. Многие говорят, что из-за невыполнения обязательств взятых этой компанией мы можем, в принципе, отсудить, потому что она не ремонтирует их, соответственно, это влечет за собой нарушение контрактных условий, соответственно, на этом основании можно расторгнуть контракт. Но почему-то по сегодняшний день Примарье не подает суд на Эпомедию за невыполнение обязательств, которые прописаны в контакте. И поэтому на сегодняшний день остановки общественного транспорта являются позором нашего города, причем абсолютно полным позором. Потому что есть на Албешаре, допустим, на Михаеве Тязу пересечения с Айсбраво, там две остановки старых, советских, металлических, которые по сегодняшний день выглядят намного лучше, нежели все современные остановки, которые были установлены. Есть несколько исключений в городе, где экономические агенты частные смогли договориться с Эпомедией, поставить отремонтированную остановку, но, к сожалению, это редкость. Поэтому все эти заявления чиновников, которые проработали в премарии весь этот срок, о том, что кто-то виноват, на самом деле вся вина этой ситуации лежит именно на мунсоветниках и лежит на ГРЗАУ. Кирпак, я говорю, опять же, тогда не было, и я не люблю обвинять тех людей, которые не причастны к этому. Поэтому эти отмазки, что кто-то виноват. Нет, никто не виноват, виноваты вы, потому что вы не сделали этого шага, и на сегодняшний день я искренне говорю, что единственный выход из данной ситуации либо как-то договариваться с Эпомедией о выкупе этих остановок и не ждать следующих до 2022 года, пока эти остановки нам не перейдут, либо судиться. Ну, опять же, судебные дела затянутся на несколько лет, и по факту мы просто дойдем до 2022 года, а люди будут продолжать стоять подождем, пожидать общественный транспорт подождем, под солнцем, в надежде, что когда-то этот общественный транспорт станет на самом деле таким, как должен быть в европейских странах, с нормальными остановками, с нормальным транспортом, с нормальной логистикой. Так что вот так вот, друзья, всем хорошей недели и продуктивного дня. Пока-пока.